приветствую вас на моем канале меня зовут юля девочки мальчики ваш любимый формат о котором меня всегда просит лана лана тебе большой привет итак лана нас любит чтобы был живопроцесс и желательно чтобы это был не тэх какие-то темы для рассуждения я хочу вам показать что сегодня мы будем с вами вышивать в сп вышивая с валию это сп проходит на моем втором украинском канале и будем вышивать мы вот такой вот с маратова осень такая осень осень и в общем и так вышиваем нитками димский на линде 27 каунта через две нитки переплетения нам будут помогать вот такой новый маячок который подарила мне мария и хрестик если я не ошибаюсь это с последней выставки у нас было и так в общем то нас интересует повышевать и поболтать впервые я вышиваю этого производителя и как вы понимаете специально ненавязчиво вам рекламирую сп которая будет проходить на моем втором канале ссылочка в описании как всегда это сп по украинскому производителю помните я вам говорила что я не хочу поддерживать украинских производителей потому что это и бизнес если они не хотят с нами сотрудничать то чем мы должны их рекламировать я от своих слов не отказываюсь но услуги и все по-другому я конечно повторюсь но говорится это важное повторение в том плане что конечно когда камера включилась нитка уже облизана не влазит в ушка зачем а как же action так вот вовремя поругать значит смотрите с компанией лэля все по-другому расскажу предысторию кто не слышал кто не знают почему что такая короче я вечно злая мне говорят и злая скверная женщина девочки ничего не зная не скверные взрослая до 1 что и пойдя на рукодельную встречу которая была анонсирована и очень меня сильно заинтересовала там был анонс что директор компании лэля будем называть ее дальше лиза будет давать нам интервью тема интервью была не ясна мне до конца но в общем было интересно как ее заинтересовал эта тема все это есть у меня на канале кстати это видео вот меня очень заинтересовало я вообще люблю слушать историю компании и историю того как человек пришел к тому или другому выводу в своей жизни почему он решил заняться этим бизнесом скажем так так вот сняв я не знаю я не смотрелся смотря по сторонам скажем откровенно я переживала чтобы было слышно потому что я далековато сидела от главной героини этой встречи скажем так вот но все таки получилось записать нормальный звук более-менее не самый худший вариант вот и я выложила это все у себя видео кстати я была единственная кто сделал это в полноценном формате и вообще как бы не ожидая получил сообщение с официальной страницы компании лэля что они увидели мое видео что они хотят меня поблагодарить и вот я хочу тоже поблагодарить компанию лэля за внимание к блогерам за то что замечает нашу работу за то что работают для нас тоже мы тоже дамы блогеры но мы все еще вышивальщицы вышивальщицы которые хотят и вышивать и новых производителей и все-таки говорится топим за то чтобы украинский бизнес в этом направлении тоже развивался очень кстати далее в общем было предложено мне два набора я выбрала себе два набора которые мне понравились вот и они у меня лежали я сделал обзор и все они лежали потом у меня возникла идея гениальная то есть я более-менее пришла в стабильное эмоциональное состояние и решила сделать сразу 5 сп все они уже все запущены завтрашнего дня но сегодня просто 14 марта с 15 на стартует лэля лэля тоже будет проходить у нас полгода и закончится 15 сентября поэтому если у вас девочки есть наборчики пожалуйста присоединяйтесь фотоотчеты мы будем делать в инстаграме в инстаграме и если нас на собирается какое-то количество людей тогда я напишу на официальную страницу лэля и попрошу нам какой-нибудь один наборчик для розыгрыша скажем так я думаю что вы не против когда есть какой-нибудь небольшой приз то это приятно согласитесь да и в общем я считаю что когда производитель на тебя обращает внимание хочу отметить у меня там был хоть немного хейта поводу выставки где я тоже высказал свое мнение что я не хочу показывать детализировано кто там был почему там был это задача и деньги за это заплатили компании подиум а мне за это ничего не платили то есть я могу свой контент на канал перед так как я хочу и так как я считаю нужным и критика это не означает что я тут кого-то хочу загнобить или я кого-то тут не люблю ли еще что то нет не в этом дело дело только в том что я снимаю свой контент так как я считаю нужным вот и поэтому я в этот раз не рассказывала вам кто же там был на самом деле так далее так далее правило говорится немного изменились и пусть все фирмы об этом знают и будем понемногу вводить эти моменты и так мои такие коротко скажу о том что это первый набор который есть у меня с qr-кодом схемы в общем говорится слава богу технологии не стоят на месте и все сделано очень продумано все классно в том плане что в данный момент я не знаю как дальше будет данного на сегодняшний момент qr-код ведет вас на google диск вы зарегистрированы ясное дело на нем да заходите качайте я так подозреваю что как-то не там на я отслеживает кто скачивает кто не то я не за сопоставляют они там продажи или нет это как бы не мое дело да но давайте скажем сразу сколько у нас тут цветов я тоже не гляну 36 схема очень простая ну вы видите дальше ключ нормально он сразу сделан так вот по номеркам здесь вот номера и в самой саде когда ты смотришь я сагой пользуюсь то тебя сразу номерами тяни номер нитки там ничего там потому что по бумажным вот этим планшетками заглянула думаю вот эта карта схема это меня как раз больше бывает но открыв сагу я увидела боже тут уже все есть что я добавила я добавила сейчас подсниму вам кусочек да и покажу вот что я добавила я добавила себе отметки крестиков то есть цифровой момент с крестиками по поводу того что скажет так я скажу чтобы мне было считать потому что длинные горизонтали и длинные вертикали и в саге например этот момент уже разработчики учитывали поэтому никаких проблем сама схема дается в формате именно сага сага является защищенной вот для тех кто не в курсе мы все еще проводим как это сказать разъяснительные работы относительно что такое авторское право и как пользователь какие есть у пользователя права относительно авторского права производителя и так если вдруг вы взяли и получили схему в электронном варианте ну например лэри 36 цветов можно как бы сесть там поколупаться в карте там или в своих остатках нитка да и что-то там подобрать можно можно не будем это отрицать но перед тем как вы подберете вы должны понимать что когда вы купили набор вы не имеете права его типа я отшила вот тут вот остатки на вот будешь вышивать себе такое делать нельзя да это ваш набор это ваша собственность физические материалы которые в этом наборе но не авторское право авторское право все еще остается за производителя свою очередь производители так заведено как тогда что при покупке любой схемы вы можете вышить ее три раза все не больше конечно никто там сильно к вам придираться не будет но если вдруг вы захотите запустить какой-то мини-бизнес с коммерческой такой хорошей основой типа вышивать и продавать изделия с данным с данной схемой то автор то есть производитель данного набора может смело на вас подавать в суд почему потому что закон его защищает а вывод уже нарушаете то есть идет тут идет коллаборация авторского права и коммерческого права это чуть-чуть две разные штуки и эти штуки обязательно надо учитывать и не думать что вы самая умная а кто это будет отслеживать поверьте мне есть такие люди которые отследят и ваша лучшая подруга которая вы скинули эту схему там да она вас же издаст ну вот так бывает в жизни неприятно непонятно но бывает хочу отметить и телефон штат не в том направлении так двоечка на все одну ниточку сделали режем следующее мне кажется что это я вам рассказываю самые простые элементарные вещи которые знают рыба вышивальщица на ютюбе ну мне так казалось как показала практика нет многие девочки только сейчас начали а что такое что авторское право да да девочки авторское право это когда производитель снимает набор с продажи не потому что он козел хочет на вас заработать нет потому что возможно у него закончилась авторское право на конкретное изображение понимаете и пока он не перезаключит договор не передавиться с автором автор может увидеть так вы там нормально там бабок косились меня да вот то есть ну может быть и такая тема да и сказать я хочу узнать и вот прошлый раз мы там за такую-то сумму работали в этот раз я хочу уже побольше и гораздо побольше и тут уже сам производитель смотрит выгодно ли ему будет ну настолько ли этот сюжет популярен и так далее так далее ну вот все мы бегаем ну не все мы да ну есть девочки которые бегали раньше за dimensions почему потому что не достать уже было пока не дошла эра перевыпусков некоторых наборов вот и как бы авторское право это интересная штука коммерческое право тоже интересная штука и иногда под вышивку можно и это включать как говорится лишним не будет вот поэтому прошу вас моих зрителей канала да и новых просто подписчиков моего канала учитывать и уважать право других людей неважно это коммерческое право авторское право и так далее в общем я к тому что почему я решила сделать из п.л. я хотела поблагодарить перед для меня то что я выложила видео я точно не подразумевала да и вообще как бы жизнь нам показала до что производители они тебе даже вот и выкладываешь они тебе даже не всегда лайкнут ты их сделаем отметку до что ты там это но слава богу наши производители еще них не ходят и не орут на нас что где отметка в инстаграме что вы вышиваете наш набор вот покупка набора и отметка производителя на вашей личной странице вот это уже не обязательно это потому что ваша страница это не коммерческая платформа а если она коммерческая то будьте любезны заплатить за то чтобы я вас отметил ну и вообще постарайтесь чтобы вы появились на моей коммерческой странице скажем так видите все на такое как бы одно в другое перетекающие интересное интригующее бы даже сказала так я буду вниз чуть-чуть уходить мы кстати с вами сейчас такой я этот цвет называют цвет зеленки у той зеленки которая была в детстве мы с вами когда нам колени утомазали в этот цвет зеленки вот короче говоря я решила что ну я выложила да и выложила себе материал их поскольку такое дело я вообще вышиваем новоцветки кажется где я где где леля и где зрители но я всегда вам говорю что когда вы вышиваете многоцветную работу возьмите всегда что-нибудь маленькое противоположное по цветовой гамме чтобы вам было где отдохнуть и какой-то небольшой финиш у вас будет в этом году сделан мелочь а приятно знаете типа ну не только созерцать видео там там где девочки средние небольшие работы по 20 по 30 по 50 штук заканчивают в год и они молодцы а мы что же хотим быть молодцами до многоцветницы вот поэтому большая работа это финиш года двух как говорится а хотелось бы еще что-то между вот как раз такие небольшие наборы и служат нам отвлекающим маневром до в от большой работы скучание за большой работой все это в общем технологии ускорения вышивки так здесь раз два три 4 5 6 мне надо просто отметить вот так вот чик 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 так разу 356 осталось еще пять отлично вот короче говоря поэтому ну в этом году я конечно немного мне кажется перегнула палку ну а чё делать мы же женщины когда мы не перегибали палку всегда умеем практикуем ну и все такое и все в этом духе в общем здесь работе 8000 стежков то здесь и полукрест и бэкстич и крест и и все что хотите короче говоря не знаю уж в узелке есть или нету я не смотрела но если что я и я их крутить умею как оказалось вот так вот не на этой работе это узнала ну в общем я узнала что я могу а я на лукоесе узнала что я могу фрузилки потому что я когда подписывала марию я же подписана украинский мови вот и что там надо . с и вот вот так вот я узнала что фрузилки я кстати видео наблюдение видео наблюдение затем как ты делаешь фрузилки или как другой человек делать фрузилки все таки откладывается в моем мозге и я все правильно сделала ничего мне не раскрутилось он только красиво так калачиком лег боже в общем фрузилок который кладется калачиком не рассказывайте это никому это было стало и вырос вид юлины на минскую так здесь у нас 11 должно быть сейчас посчитаем 6 9 10 еще раз 2 5 6 7 8 9 10 нам надо 10 вот этих двойняшек 10 раз два три 4 5 6 7 8 9 10 все отлично все закрываем наших двойняшек смысле не детей а крестиков а как еще назвать в общем если что вы научитесь снова терминовые вышивки ну а что она просила я я рассказываю и рассказываю так о чем я говорила я уже и забыла пока посчитали пока туда-сюда боже старость не радость в общем усложнять себе жизнь мы конечно умеем ну знаете для меня было все таки это положительным моментом потому что вы помните что два года я не могла собрать себя в кучу чтобы ввести какие-то вообще проекты до 1 вообще пошел блин комом ну понятно да вот но спасибо хоть и это было да то есть какая-то раскачка должна была происходить так здесь нам надо на 2 спуститься 1 2 и вот 3 здесь нам надо сделать 11 штучек короче говоря и видимо как-то с малого я не могу надо и сидел и тоже делать если задалбываться по этому поводу то задалбываться скажем так ночью нам что нам стоит дом построить нарисуем крестик будем вышивать короче говоря я абсолютно понимаю что зрители моего канала они вообще как бы за многоцветки но это не оправдание а просто как факт когда ты живешь в стране в которой активная фаза войны длится на постоянной основе в течение двух лет мне кажется удержать себя и принадлежать мозгом самой себе хоть там на сколько-то процентов до военной это важно если для меня абсолютно типо ну вот такой шаг да зачем ты сразу 5 сп как ты будешь успевать девочки ничего страшного ловкость рук и никого мошенничества на мыши рукодельницы мы все справимся мы все сделаем да мы все сделаем и и мне начали писать что вообще-то я на тебя подписывалась потому что ты вышиваешь многоцветки и так далее а мне что отвечать а у меня блять в стране война так ну вот отколупайтесь от меня отписывайтесь если вам что-то не нравится на превью все видно все подписано смотри тот контент который тебе нравится а мне сейчас как человеку можно вспомнить что блогер это тоже человек и до блогеру в наше время да вот в моей ситуации другие девочки есть люди которые не вернулись до сих пор к вышивке которые не живут в украине они уехали там в европу например да не живут в стране где продолжаются ежедневные военные действия они не вернулись к вышивке хотя условия жизни у них другие и да когда я слышу что человек не вышивает я интересуюсь потихонечку спрашиваю почему как что может быть она что-то хочет и если она захочет и скажет что ну если бы было бы такой сп я для такого человека сделаю это сп потому что если этот фактор приведет ее к тому что она сможет как-то стабилизироваться морально то для меня это будет поводом начать сп и вот я вам клянусь вы можете рассказывать что я там слишком критикантка какая-то еще что-то это мое личное дело но вы должны помнить что я как критикую так я и помогаю людям в том если они ко мне обращаются или если я обратила внимание что у них ну есть какая-то потребность в этом мне не сложно если человеку это поможет я кавильца за любой кипиш кроме голодовки и смерти как говорится да поэтому почему ты это сделала там ля-ля-ля я была подписана классно все классно но не забывайте что перед вами все еще человек и человек который я продолжаю быть в стране я не я могу собраться уехать сказать что все я устала по и поеду буду буду где-нибудь там в польше на заводе работать ну где не надо знать допустим доскональный язык понимаете могу могу но я этого не делаю то есть я как бы я хочу остаться со своей страной под своим флагом кстати мой эксперимент относительно маникюра с работам вот это это в девочки это было смешно просто девочки россиянки которые все еще подписаны канал заглядывайте пожалуйста в комментарии под моими видео и когда вы видите что ваши девочки пишут какую-то пургу ну типа рассказываем смешную историю которую это я не придумала это же на канале все есть все открыто значит я решила что нужна шторка наконец-то в квартире в ванной что я решила все уже старая набирать эту ванную там что-то лежать и мне надо в душ так чтоб я не выполнить и сказал мужу что организуй все сделал все и шторка там было метр двадцать или два метра ну во первых там еще как бы смешная история потому что 8 марта я решила что надо купить эту перекладину шторку и все пока я там кричать где-то я была куда-то и если короче говоря не помню же ты едут там маршрутки все девочки едут цветами а я точно знаю что у меня цветов не будет меня как бы заблаговременно предупредили об этом вот я такая типа видно немного расстроилась у всех есть у меня нет вашу и вообще к это вот и на этом фоне зайдя в магазин я сюда тыры пыры смотрела смотрела и перекладину вместо двух метров я взяла метр двадцать ну и благополучно следующего на следующий день по моему ли десятого часа пошла поменяла тот сдала новый купила начали мы вешать все все нормально все окей блин нету штучек которые такие кольца которые на перекладину и шторку соединяют их короче женят ладно сходи еще раз в магазин это кошмар какой-то ну тупила по страшному шуму зрубы ты вот и короче говоря и тут шторка два метра и она ну будем топтаться короче шторка упадет вместе с перекладина тебе на голову на чье надо подрезать у меня нету дома швейной машины она синтетическая и тут я вспоминаю про любу как она сидела нам рассказывала как она там заготовки бисерные как она их подрезает потом опаливает с помощью свечки я думаю но я шо вообще как бы отличный вариант для шторки сняла это на видео выложила и о боже мой внимание вы всегда смотрите что там на спичках нарисовано эти спички были куплены и в таком порядочном запасе для того чтобы отключение света когда были вот это вот все то спички должны быть плюс у нас газовая плита но тут вот фобия за элементы у нас наших украинских украинско-китайских встроенных панелях газовых работают отлично уже как лет пять так вот но спички у тебя должны быть всегда потому что газовая плита короче женщина с российской федерации во-первых придолбалась за эти спички пока она не написана я не обращала на это внимание честно вам скажу ну а ногти конечно я сделала специально для таких как она для наташки это наташка мне пишет фанатка моя фанатка тире хейтер фаренками не фаренки это украинские короче хейтеры русские русским и ничего не даем зачем давать что-то хейтера вот и она короче и уже из-за ногти из-за потряс из боже что на мне там понаписывал это просто ну это кисель в голове называю потому что когда я пришла к своему мастеру и говорю типа лиля на вру делаем фрэнч отка в смысле фрэнч ведь а как же желто-голубые я говорю я для для хейтеров заметят или нет что не говорю не беспокоит меня в общем все таки они натаха увидела натаха молодец натаха написала на строчила опозорилась как всегда на все там на весь кисель который в голове вот мне уже порекомендовали и гимн там поучить и еще что-то господи ну мы развлекались как могли что называется с моей стороны что типа я провокатора сделала ногти ногти не в цвет флага это это что провокация нет ну смысле да ну типа мне было интересно сделать эксперимент и этот эксперимент был успешно как вы понимаете пришла женщинами и написала як 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 треба родину любить вот ну в общем конечно ржачная ситуация причем для тех кто нормальный адекватным понимать что если зайти в общественный транспорт наш в нашей стране в городе киеве в частности вы редко встретить сочетание желто-голубого на ногтях и не потому что сейчас зима или еще что то то есть для людей это не форма проявления патриотизма ли еще что то просто в моем случае это такая нежная отписка от моего канала кого-то сильно трагерит но натаха наверно не подписана она заходит и смотрит но и же там какой-то процент который знаете заходит и смотрит они подписываются натаха ты если это ты подписывайся не стесняйся все будет нормально подписка пока открыта все все окей так я тут уже мне кажется немного запутаюсь сколько надо вышивать поэтому сделаем вот так оставим нитку то что я не люблю делать но в этом случае лучше не дошить так раз два три вот 9 клеточек мы сделали здесь у нас раз два три 4 здесь 4 нам надо еще одну и 11 у нас осталось поль будет в общем натаха пришла вот он написала 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 я и ответила конечно но что делать я культурный человек в этом плане если вам пишут отвечайте хорошо будем отвечать вот такие вот у у нас дела еще хочу вам по поводу значит спешек рассказать так вышло что мне пришла снова гениальная мысль сп вышиваю шоппер нас пока немного вместе собралась три или четыре человека то что я вижу в инстаграме фейсбуке я еще не видела что такое чему тут бороду собираем бороду это когда вот так вот это борода мне своя отдельная терминология если что здесь у нас кстати заявлены нитки димси не знаю мужа улизы какие-то волшебные но они еще фу-фу-фу постучим по дереву у меня ни разу не запутались ну борода то понятное дело борода с каждой ниткой может случиться мужа я уже это научилась ими вышивать они они все равно дорогие вот тоже продлим тут вот эту вот штучку до уровня скажем так мы все равно это надо вышивать поэтому повышиваем вместе вам хотя бы видно что это где вода я вдалеке но вам видно вот так что вот такие вот дела смешные интересные и да я снова продолжаю это делать раньше какое-то время и вообще было неинтересно кто что думает кто о чем говорит но сейчас мне снова я чувствовал тут интерес легкой провокации такой ненавязчиваясь что если вот если мне это помогает с никому не врежу там до вечника там картошку не ворую вот просто я ставлю эксперимент интересно сработает или нет получится или нет там такого плана срабатывают хорошо но просто это интересно было говорится не зря не зря лилия старалась дам я отчет что не зря вот поэтому все отлично тут как бы по френчу страну я не страдаю особо но как бы когда я уже рассказывал про ногти про их толщину вот и чтобы сделать выпилить нормально мне толщину такую как я хочу на торце нельзя было убирать длину ну пока я не промахиваюсь по клавиатуре поэтому нормально но скоро буду это однозначно так быстренько так чик тратить эти еще осталось 45 да тут он тоже будет хвостик наверное в общем но вы поняли я развлекаюсь потихонечку включая ногти забегая наперед натаха если будешь смотреть стабильность вернется вот 27 марта 27 марта в четыре часа я иду на маникюр тут у нас стабильность в расписании вот и все окей мы продолжим тебя радовать в общем то вот такие вот дела кстати у меня появилась обновочка ножницы лука с так надо вспомнить у кого у прим по моему вышла коллаборация из ножниц и у меня уже есть такие ножнички они еще не вошли в продажу ну-ка с мне подарил вот сейчас покажу вам не нужно похвастаться хочу сказать что там было пять или шесть штучек и я вот выбрала себе вот такие есть маячок с неоднозначными грибами как мы уже знаем да это мухоморы в моем исполнении и вот так выглядят ножницы от компании лука с гравировочка и что у меня удивило когда их досталось чехла те этот чехол вот он вот чехол стандартный недорогой мне кажется он вполне до достаточен для того чтобы продавать ножнички вот размеры значит 9 сантиметров ножнички ряд какой-то в общем если что смотрите вот что когда я достала с этого чехла они полностью железные и температура ножниц одинаковая металла если у китайцев до этой части идет металл подороже не самый такой классный а здесь такое господи прости она не магнитится то здесь магнитится абсолютно все и так нормально магнитится то есть это кажется не фуфло какое-то китайское да хотя в китае тоже есть как бы нормально надо побегать в общем они вот такие массе пусенькие классненькие похвастаюсь вам своими грибами кстати вот это вот этот маячок тоже от того же производителя который показывала украинский наш производитель этот мухомора я увидела скану поганка это же я поэтому берем берем если сделали угадали в общем берем вот такие прекрасные ножнички буду вышивать лука из в марте шори возьму их уже в работу как говорится вот такие вот новости вот такие вот новости поэтому я очень рада что у меня теперь есть ножнички потому что я думала себе уже подсматривать из чтобы я не взяла не такое что-то полухлипкая вот переплачивать сильно там за ножницы там 800 гривен или еще что-то ну да есть у меня вот эти вот ножницы мне тоже это подарок был на день рождения если я не ошибаюсь это вот такие вот от модера они конечно крутая форма когда-то я видела других блогеров не понимала чего они кайфуют теперь они у меня есть и я знаю от чего они кайфуют ну кстати на них ничего не нанесено как говорится чья корова не написано но они очень классные ну я вам покажу то есть качество то есть вы видите да то есть она сразу видно и они тоже одной температуры от кончика до ручек все это одной температуры и вот такие два маячка красота в кадре не вышивка как она хотела но вы должны обсудить и эту красоту не будешь я пилить видео относительно коллекции ножнички потому что мне нету никакой коллекции я я вам точно говорю нету и не предвидится она ну просто это такое как бы расходный материал и ножницы это точно расходный материал потому что ну вот они же падают уже теряется их на . но когда ножницы более-менее нормальные то можно еще отнести на заточку кстати но когда но вот это китайская там где лезвие но ручки другое мне даже стыдно пойти и спросить сколько будет стоить натащить ножнички кажется чё позориться так раз два три шесть так раз два три шесть семь раз два три четыре пять шесть семь ну вот кстати вот это вот . это середина работы судя по схеме надо будет переставлять конечно канву и левее правее потому что такой сюжетик у нас будет и левее правее там будут в общем что я могу сказать осталось еще двадцать восемь штук в принципе можно попробовать дошить давайте дощем и уже будем когда завершать наши теле дебаты скажем так теле дебаты вот это я сказано конечно но девочки что нам в общем вот такие вот у нас дела вот такие у нас дела то есть поиска я все успеваю за всеми смотрю в некоторых случаях я прям рассчитывала что будет немного людей но типа чтобы не сильно много тратить время 25 числа у нас второй сезон марафона мерти шор по наборам лука с кто хотел кто думал пожалуйста мы уходим коврица в плавание на полгода вот постараюсь и в этот раз чтобы у нас были какие-то призы напишу компании лука с на официальную почту попрошу что можно нам можно еще вот так потому что фрош раз было кстати но очень классно грандиозно больше пятидесяти процентов из заявленных работ было финишей ну разве это не успех это успех ну как по мне это точно успех если у кого-то там другие там кита линейки из-за мера успеха то пожалуйста напишите как у вас как по мне по моим ощущениям вот что очень все даже прошло хорошо сейчас девочки уже выкладывают фото с полученными подарками это классно это супер я очень рада что получилось так вот организовать дополнительные подарочки ну конечно же большое 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 спасибо магазину вышло потому что они все это до организовывали все я только на техническую сторону всю работу в запаковочку адреса все это все эти девочки делали молодцы ну и на этой прекрасной ноте тэн 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 хочу с вами попрощаться сказать всем хорошего настроения надеюсь ланочка ты со мной повышевала насладилась немного звук проходящей нитки через равномерку не такой сладкий как через канву но это мы скоро тоже поправим поэтому пишите ваши комментарии кто еще не подписан подписывайтесь хочу напомнить что вы можете стать спонсором моего канала всего лишь за 25 гривен в месяц у вас будет доступ до материала которые публикуются по графику три раза в неделю обычной по секрету всему свету я снимаю в субботу или воскресенье сразу два видео выкладывают девочки смотрят уже а вы эти видео допустим смотрите вторник четвертом и так далее в общем а когда вообще на меня нападает натхнение девочки все держите меня семеро там и эфиры и просто видео для спонсоров канала а поговорить как говорится поэтому у кого есть желание возможность пожалуйста приглашаю в спонсоры своего канала ну на этой благодарной минуте вот то что вы все еще со мной вышиваете со мной большое большое спасибо и до новых встреч на моем канале пока пока а